книга открытым окон том 24 тема политика вопрос 3597 патриарх призвал участвовать в выборах проявить в деле свою гражданскую инициативу а вы говорите что перекладывание бумажки ничего не даст и кто же прав отвечает игнатий тихонович лапкин вам наверное кажется что если хорошего человека посадите в хорошее кресло то тогда всем станет хорошо жить так я понял но во первых вы не сберете того кого хотите этого самого хорошего вы будете избирать только уже подставных куколок которые будут делать не то что вы думаете а то что укажут их кукловоды о чем они уже заранее договорились но тут еще дело в том что вы не на выборах военачальника в греческой или римской армии где юлиан отступник или деоклетиан мог в одной части стать и императором только бы воины взяли на щит тут же кашеварит масонский когал во всем вот наша местная газета свободный курс номер 42 17-24 10 2007 год страница 7 цитата выбираем котов в мешке кавычки открыты почему в партийных списках так много артистов спортсменов и губернаторов кавычки закрыты полный страница пишет не про фан в этом деле а может быть уже и посвященные масоны уже допущены в предбанник жидовья если вы с ним познакомились бы в вагоне как добрые попутчики не спросили бы его кем он работает какие у него звания то вряд ли бы поняли а только раздвинув погоевский караси рот хлопали бы длинными российскими ушами ростислав туровский российский политолог родился в 1970 году закончил с отличием мгу аспирантуру философского факультета кандидат политических наук с 1997 года руководитель департамента региональных исследований центра политических технологий доцентра кафедры публичной политики высшей школы преподаватель государственного университета гуманитарных наук при ран генеральный директор агентства региональных исследований руководитель программы региональная экспертиза в кавычках ведущий эксперт института региональной политики а теперь другому соседу по лавочке разъясните чем занимается этот молодой человек уже столько лет и какая и кому от него польза за что получает он тугрики или сребреньки можете позвонить в редакцию ростиславу и мне и уже тогда скажите на чьей стороне патриарх а теперь несколько предложений из этого мешка в кавычках предвыборного чтобы понять кто же там мяучит когда вы лошадиным способом бумажки перекидывайте со стола в урну урна это же плевательница скобки открыты урна сосуд для захоронения хранения в колумбарии праха умерших после кремации ящик вместилище для мусора окурков скобки закрыты кавычки открыты вторая тактика распределение мест между нужными людьми которые обычно являются спонсорами или представителями аппарата это люди как правило не публичные избирят избирателю неизвестные первая тройка списка сформирована и именно она и предъявлена избирателем и входит в бюллетень в то же самое время никто из них трех в думу на самом деле не идет и совершенно неизвестные избирателям люди которых в бюллетене даже нет а в результате станут депутатами получается выбор кота в мешке это общая ситуация и по регионам воспроизводится практически везде если человек проголосует за путина то в думе вместо него скорее всего будет кто-то совершенно неизвестный такова тактика паровозов в кавычках ее неоднократно ругали предлагали отменить но ни к чему это не привело эта тактика очень выгодна ведь не из ярких личностей политических лидеров формируется фракция а из проверенных партийных что называется которые будут голосовать как предложит партия кавычки закрыты участвовать в масонской игре в оболванивании для чего мы молимся этим влияем по-настоящему так как в руке божией сердца людей и бог может из негодного кого посадят в кресло сделать истинного христианина а только истинный христианин будет слышать голос божий книга амоса 4 13 цитата ибо вот он который образует горы и творит ветер и объявляет человеку намерение его утренний свет обращает мрак и шествует превыше земли господь бог саваоф имя ему если же обращенный будет творить снова дела беззакония то ему у бога гостиница давно готов книга откровения 2 5 цитата и так вспомни откуда ты не спал и покайся и твори прежние дела а если не так скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его если не покаешься не любите мира ни того что в мире многим ли по вкусу и эти пирожки сколько же из мира въехала в квартиры и мирского сколько с похотью прожгли все что не по слову бога и еговы самое хорошее каждому по вкусу будет обесценено провалится как в прорву и в конце окажется неимоверно пусто мир прелюбодейном иисус назвал этот грешный смрадный оголтелый мир будут в мире выборы и победит нахал все мирское золотом украшенный сортир кто на мир позарится без толку полюбит тот прелюбодеем тут же наречется родственникам впишется тот в реестр иуды даже уважаемом во временном почете дьявол правит миром самых давних пор кто ему поклониться отшипывает крошку а для непокорного всегда готов топор и они любви с пристрастием допрошен мир пустыня воют волчьи стаи змеи скорпионы колдуны убийцы к ним овечки посланы на истину наставить хлебом накормить и дать воды напиться мир был побежден страданием иисуса и князь мира дьявол связан на голгофе участью своей душа интересуйся иначе при кончении окажется все плохо мир нас ничего мирского не найдет а наше христианское усвоит во спасение отвергнет эту истину лишь полный идиот об этом благовестие святое сеем семя особенно детишек от мира охраняйте пасите молодежь напажите христа служите в мире лекарем и терпеливой нянькой шанс праху подается из праха чтобы восстать 8 декабря 2007 год Игнатий Тихонович Лапкин